так собираем электролит для меднения для этого понадобится медный купорос сульфат меди водичка дионизированная но собственно дистиллят и серная кислота добыть серную кислоту не просто мне удалось кроме этого понадобится термометр и весы значит температура водички у нас 12 градусов в помещении примерно 11 водичку придется подогреть водички берем пол-литра возьмем пол килограмма разница небольшая нормально теперь водичку погреем вот как взвесим 200 грамм купороса водичку подогрели 56 достаточно купорос хорошо растворяется в водичке но профильтровать нужно обязательно так скупорос отфильтрован температура порядка 40 будем доливать серную кислоту 50 грамм нужно аккуратно и по чуть-чуть потому что ожидается разогрев так с кислота залита температура да по-моему она не подросла нефига все прошло безболезненно рекомендуется после этого долить до литров водичкой значит у нас там сейчас 500 миллилитров воды 500 грамм воды плюс 200 грамм кубороса это 700 плюс 50 кислоты 750 точно 1250 грамм водички добавить так с конфигурацию у нас будет вот такая вот на подвесе деталь которая будет медниться ножа покрыта составами м35 который для экранирования ну неплохо проводит ток вот эти три электроника проволочных соединены подключены к катоду к минусу на в качестве плюсы кусок медной проволоки такой вот так деталь пустотела и она всплывает нет у меня будет еще одна проблема что в эти пустоты наберется электролит как его потом оттуда вылавливать выливать непонятно пока постепенно выходит воздух из детали это не радует то что все это заполняется электролитом площадь детали у меня значительная поэтому на токе 110 миллиампер напряжение держится на уровне 150 милливольт думаю можно топ немножко поднять например до 300 пока тишина но спешить не будем так значит примерно часов 15 она у нас металлизировалась током пол ампера и потом еще часов 6 током полтора ампера уметь явно осела но нас осела фрагментами особенно там вот в глубине вот хорошо видно местами медь есть а местами ее нету такая ситуация я разворачивал еще и задней стороной в общем везде осела фрагментарным шесть часов назад я поднял ток до полутора ампер потому что надоело ждать и после этого растворения анода пошло просто катастрофическими темпами вот сейчас он отвалился это произошло буквально минут десять назад он еще был целый ну и конечно же ток сразу же 5 миллиампер упал вот эти два хвостика потихонечку растворяются а было это был это провод вот такого диаметра здесь его отъела сначала на первом этапе и потом на втором этапе в общем лучше всего растворяется тот фрагмент который находится здесь возле поверхности он тоньше всего а те которые нижние он еще более-менее нормальные вот такая металлизация через подменю анод и будут дальше крутить наверное на том же серьезном токе на полутора амперах поверхность большая контакт с металлизацией у этих подводящих катодных проводов хороший металлизация идет там где ближе всего к аноду стояла это меня вот так вот примерно на сантиметре расстояние но вот фрагментность это конечно не радует как бы его омеднить целиком они фрагментами вот это вопрос так санод заменил по поводу равномерности распределения этого омеднения мне идеи такие что расположить эти аноды с нескольких сторон хотя бы с двух это первый момент второй момент возможно не хватает площади этого самого анода нужно чуть побольше не знаю такой серьезный ну и отсутствует перемешивание раствора возможно следует подвести воздух от компрессора и побулькивать придется закрыть это крышкой чтобы не выплескивалась и температура температура у нас здесь порядка 14 градусов возможности подогреть то дело пойдет поживее пока я не в курсе этих нюансов можно ли греть и до какой температуры если кто знает пожалуйста отпишитесь в комментариях